Петровский проезд, дом 16. С первого взгляда последний подъезд ухоженный и чистый. Только за порядком здесь следят не сотрудники управляющей компании, а сами жильцы, которые недавно, собрав деньги, даже поменяли плитку на первом этаже. Посетив соседний, пятый подъезд, можно увидеть истинное положение дел в этом доме. Посмотрите, что делается. Вот был капитальный ремонт. Как вот ящик... Когда был? Ну, года два там назад. И посмотрите, как ящики висели там. Вот даже не замаровали. Они отлетели, старые ящики, а новые поставили. И даже не могли дырки вот эти заделать. Дыры в трубах и текущий стояк уже стали нормой. У жительницы 55-й квартиры от этого пошел грибок по стенам. Обращения в аварийную службу результата не дают. Вызывали, и что толку. Хомут поставили, она все равно течет. Его надо полностью менять. Сказали, поменяем. До сих пор меняют. А дышать-то каково? Это же вот плесень, это же все вредно для здоровья, правильно? Дышать местным жителям тяжело еще и от запаха из подвала. Люди говорят, что туда стекается канализация соседнего дома. Это стало причиной появления комаров. А техник, обслуживающий этот дом, уверен, вода стоит из-за отсутствия дренажа. Нет дренажа. И поэтому вода в самом низком месте. У нас там стоит насос. Мы его включаем. Буквально сейчас побыли 10 минут. Там воды уже нет. Сейчас еще будут таять. Еще сильнее будет таять, чтобы больше воды. Сотрудники подрядной организации, которая сейчас работает на данной территории, причину видят в городских сетях водостока. Они обратились в администрацию с просьбой о создании комиссии по решению сложившейся ситуации. Пока согласовываем время и ответственных лиц. Сроки будут назначены уже по результатам этой комиссии и совещания. Мы наладим работу водостока. Соответственно, мы получим сухой и чистый подвал. Разведем в нем уборку, дезинфекцию. Но стойкий запах доносится не только из подвала. Мусоропровод – еще одна причина неприятных ароматов. Отходы из него могут не вывозиться месяцами. Это уже на протяжении где-то трех лет. Это уже долго. У нас уже терпение лопнуло. Я многодетная, маленький ребенок два года. Вся покусанная, болеет каждые два дня. В сад мы даже не ходим. А подъезды в последний раз представители управляющей компании мыли в сентябре прошлого года. Доказательство тому – график уборки за третий квартал 2017-го. Ольга Хомякова написала в организацию жалобу. Мы просили в письме, чтобы нам предоставили график уборки. Через месяц после нашего письма, то бишь мы написали 16 февраля, я отвезла сама лично в ЖКХ, они приняли, поставили печать, входящий номер. 16 марта через месяц они прислали человека, который так символически помыл подъезд. Представители все той же подрядной организации уверяют, на Петровском проезде они работают только с 1 февраля текущего года, поэтому за ошибки старой компании отвечать не могут. Они же уборку и вывоз мусора наладят в ближайшие дни. Правда, непонятно, что делали почти два месяца. Сейчас как раз-таки идет обновление информации, все актуальные телефоны мы уже начали вывешивать с сегодняшнего дня, в том числе ответственного техника на районе, с кем можно конкретно переговорить на насущные проблемы. Первый этаж каждого подъезда мы убираем каждый день. Дальше в зависимости от этажности, то есть график уборки нашей все развешаны на подъезде, можно с ними ознакомиться. То, насколько добросовестно новая подрядная организация исполнит свои обещания, жители смогут оценить уже в ближайшее время. Юлия Погося, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, ВиднетВ.